С чего начать новую жизнь? Я люблю отвечать на этот вопрос так. Начни сначала. В этом влоге на примере одного моего дня я покажу вам, как я меняю свою жизнь и свое мышление на простых практических примерах, как я работаю над собой здесь и сейчас. Прежде всего, я слушаю свое тело, а не вечно отговаривающий мозг. Я уже знаю, что утром мне не захочется тренироваться и будет лень. Но если я прислушаюсь к своему телу, оно захочет пойти на тренировку. Ему это нужно. Мне может быть лень, но ему очень надо. Перестаньте рационализировать и искать подходящий момент для спорта. Мозг всегда найдет причину потренироваться завтра. Типа завтра будет более подходящий момент. Рационализация здесь только мешает. Поэтому надела кроссовки и вышла на пробежку. Быть творцом своей жизни значит воплощать свои мысли в реальность. Ни одна, даже самая пустяковая идея, не приходит в нашу голову просто так. И всегда самое подходящее время к ее исполнению именно тогда, когда она пришла тебе в голову. Я когда выходила на пробежку, здесь вдоль моря, я возвращалась и видела всегда милое кафе. Но всегда рационализировала, что, ой, не сейчас. Ну, как бы, что это сразу после пробежки есть? Надо же сходить в душ. А что я пойду в спортивной форме, как дура там сидеть? А может, надо с мужем? А может, надо еще что-то? И вот раз пять я уже бегала мимо него, и раз пять я откладывала. Но если появилась мысль, ее нужно осуществлять. Я уже заказала тост с авокадо, чурос, вкусный кофе. Я уже заказала тост с авокадо, и я уже заказала тост с авокадо. Чтобы развиваться, нужно делать новое. И зачастую к новым шагам мы не готовы и никогда не будем готовы. Поэтому я поняла для себя, что идеально не подготовишься, не найдешь идеальный момент, когда будешь готова сделать шаг в развитие. Поэтому я ставлю перед собой новую задачу – это проводить открытые прямые трансляции на YouTube. На этом видео я еще очень переживаю и только готовлюсь к первой своей открытой трансляции. Но на самом деле трансляция уже прошла и прошла очень хорошо. Пожалуйста, напишите в комментариях, кто на ней присутствовал, как вам она, что вам запомнилось больше всего. Лично я в полном восторге. Глаза боятся, руки делают. И теперь это новый вид контента на моем канале. Так что двигаемся дальше. Может быть, я выгляжу странно, записывая видео в солнечных очках квартиры, но солнце отражается в море, а море отражается в моих глазах и слепит меня в любом уголке этой комнаты, куда бы я ни спряталась. И предыдущее видео, кстати, предыдущее, я записала с большим трудом. Я переписывала его снова и снова еще раз на следующий день, потому что мне просто было не договориться со Светом, которого здесь, как оказалось, слишком много. Слишком много, да. Проблемы, блогерские проблемы. Либо много Света, либо мало Света. Чаще, конечно, мало, но много, оказывается, тоже бывает. Ладно, все, больше не бубню. Рассказываю, что я делаю. Я вчера себе торжественно обещала, что сегодня не буду работать. Но поняла, что если я отправлюсь по своим делам дальше, то пара вещей будут меня постоянно отвлекать и тяготить. Во-первых, я сделала анонс прямого эфира, который пройдет завтра. Ну, то есть завтра относительно моего сегодня. Я не знаю, когда вы смотрите это видео. И также я закрыла распродажу новогоднюю на свой гайд. Она должна была быть закрыта еще вчера вечером. Но кому-то повезло, потому что я заленилась и пошла спать. И ночью также были покупки. И была покупка из Австралии, что меня очень порадовало. Оттуда покупок еще не было. Так что привет, Австралия! Рада тебя видеть здесь. Вот. А сейчас, после 60-й попытки записи этого короткого отрывка, я наконец-то отправляюсь на шоппинг в центре Аликанте. Мне нужно купить кое-какие вещи, которые облегчат мне жизнь на протяжении двух-трех недель еще здесь. Мне не хватает домашней одежды, мне не хватает кое-что из косметики. Да и, в принципе, Наташа, хорей работать. Иди потрат деньги, которые заработала. Ради бога! Меня муж уже палкой по магазинам гонит, а я такая потом, да потом. Нет. Наташа, ты же это любишь. Ты же любишь новые вещи, ты же любишь красивые штучки. Иди и порадуй себя. Все, я пошла. Иди и… Новая глобальная цель, которую я перед собой ставлю, это найти баланс между отдающим и наполняющим. Я сейчас в процессе изучения того, как себя наполнять. Где есть безделье, а где есть наполнение себя энергией. Я зарабатываю, но совсем не трачу. Я выросла в плане работы, но застряла в плане того, как проводить свободное время. То есть раньше я не могла заставить себя работать, а теперь не могу заставить себя отдыхать. Отдых меня не привлекает. Что это значит? Что по старому я уже не могу, а по новому я еще не знаю как. Как я решаю эту ситуацию? Делаю то, что могу, с тем, что имею. Вот сегодня, например, я пошла на йогу. Еще один вредный загон моего мышления, с которым я сейчас работаю и который пытаюсь искоренить, это привычка откладывать хорошее на потом. Паттерны вредного мышления просачиваются незаметно и в мелочах. Я вот, например, на шопинге купила новую ходовую косметику. Первая мысль была не распаковывать, а завтра по красоте все сделать для нового видео. С чего это вдруг? Я купила для себя, а не для видео. Моя кожа достойна этих средств здесь и сейчас. Короче, я как взрослая все распаковала и нанесла в первый же вечер. А еще я купила новую спортивную форму, очень светлую. И первая мысль была такая, ну чего ты в светлом на йогу пойдешь? Еще и спачкаешь, пока на коврике ерзаешь. Нет, надела и пошла ерзать на коврике. Я не откладываю лучшее для лучшей версии себя и лучшего момента потом. Я живу лучшую жизнь здесь и сейчас, пишу сразу в чистовик. Это про здоровое, развивающее мышление. Как мыслишь, так и живешь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова